Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео хочу вам порекомендовать маску для ног. Эта маска очень хорошо убирает глубокие трещины, шероховатость на стопах, делает кожу ног более мягкой, бархатистой. И для того, чтобы добиться хорошего видимого эффекта, достаточно сделать 3-5 процедур. И для того, чтобы мое видео было для вас не голословным, я вам покажу фото стоп. Такая вот кожа на ногах была перед нанесением масок. Здесь очень много шершавой кожи, есть глубокие трещины. И в конце видео я вам покажу уже те же самые ноги, только после применения масок. Если интересно, какой будет результат, то, конечно же, смотрите видео до конца. Найти меня и пообщаться вы можете на моей страничке в Facebook, группе Одноклассники, ВКонтакте и также на странице Яндекс.Дзен. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. Перед началом процедуры ноги нужно обязательно хорошенько распарить. Для этого беру таз с теплой водой, добавляю в него 2 столовые ложки дегтярного мыла. Если нет дегтярного мыла, можно заменить на хозяйственное. Опускаю ноги и держу 10-15 минут. Если времени располагаете больше, то, конечно, можно время увеличить. Затем всю огрубевшую кожу счищаю при помощи щетки. Пока ноги распариваю, готовлю маску. Для этого необходимо взять желток одного яйца, добавить половину чайной ложки крахмала и добавить одну чайную ложку лимонного сока. Можно свежего. У меня сок в бутылочке. Все хорошо перемешиваю. Как только ноги распарились, их нужно вытереть и тут же нанести маску. Маску оставить до полного высыхания, то есть на ногах должна образоваться корочка. Затем ноги необходимо промыть в теплой воде, смазать обильно жирным кремом и одеть хлопковые носки. Такую процедуру нужно сделать от 3 до 5 раз. Ну а теперь покажу вам результат работы этой маски, если эту маску наносить ежедневно в течение 5 дней. Смотрите, кожа на ногах стала значительно мягче. Самое главное найти время сделать ее несколько дней подряд. Даже уже после 3 применения кожа становится более гладкой, более бархатной. Трещинки становятся не такими глубокими. И что мне особенно понравилось, проходит шершавость на стопах. Поэтому, друзья, если у вас есть такие проблемы, обязательно попробуйте сделать такую маску. Буду рада, если она вам тоже понравится и пригодится. На этом у меня сегодня все. Если вдруг что-то в видео не сказал, обязательно пишите, задавайте вопросы, дополняйте меня. Может быть у вас есть свои проверенные рецепты сделать ноги мягкими и гладкими. Пишите, я все с удовольствием тестирую на своем канале. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok